Друзья, всем большой привет и добро пожаловать на мой канал, посвященный лепке из полимерной глины. И сегодня я вам предлагаю сделать брошку в виде вот такого милого мороженого. У компании Artifact большой выбор глины с полупрозрачным эффектом в серии шифон. Комбинируя оттенки друг с другом, мы можем получить совершенно разное мороженое. Если вы только начинаете свой путь в лепке и у вас нет полимерной глины с полупрозрачным эффектом, можно попробовать в работе вот такой набор пластики из 7 оттенков с эффектом шифон. И если вам понравится эта глина, уже приобретать полноценные брусочки по 56 грамм. Итак, определяемся с оттенком пластики. Я выбрала три цвета зеленого, желтого и персикового оттенка. Для создания одного мороженого понадобится не больше половины, а целого ребра упаковки. Разогреваем глину в руках и катаем ее в ровный шарик. То же самое проделываем с другими оттенками пластики. Теперь каждый оттенок плины нам нужно раскатать на поверхности стола, вытягивая его в длину. Соединяем отрезки вместе. Я их прокатываю скалкой, чтобы лучше сцепить пластику друг с другом. И раскатываю получившуюся заготовку на паста машине. Нам не нужно делать переход цвета. Хватит около пяти раскаток для того, чтобы убрать стык между оттенками глины и сделать ровный переход. Срезаем неровные края и придаем заготовке форму мороженого. Пальцами или подручными инструментами я сглаживаю все стыки по краям. Так как заготовочку мы ужали, а из-за этого может образоваться неровный край. Ширина заготовки должна у вас получиться около пяти миллиметров. Используя какой-то инструмент с ровной гладкой ручкой, я использую вот такой дотс. Можно взять кисточку, вдавливаем две бороздки на одном расстоянии друг от друга. Теперь приступаем к лепке деревянной палочки. Для этого используем глину цвета охры. Ее нам понадобится совсем немножко. Вытягиваем ее вот в такую длинную заготовку, подправляем края. И по центру мороженого разрезаем, для того, чтобы можно было вставить туда палочку. Мы деформировали нашу заготовку, и теперь нам нужно придать ей исходный ровный вид. Для этого мы глину снова прокатываем, подправляем место надреза и стыка пластики друг с другом, а также выравниваем заготовку по выбитому рисунку. Мы используем светлые оттенки глины, а как вы знаете, с ними работать достаточно сложно. На поверхности могут оставаться видимые отпечатки, микропылинки. И поэтому всегда под рукой держите влажные салфетки, которыми можно эти микропылинки убрать, а также сгладить поверхность пластики. Раскатываю глину черного цвета в тонкую ниточку и делаю три вот таких среза. Из двух срезов покрупнее формируем круглые глазки, а из маленького среза будем делать небольшой ротик. Кусочек коричневой пластики нарезаем на неровные срезы, которые у нас будут имитировать шоколадную крошку. Размещаем эти срезы на всей верхней поверхности мороженого. По центру добавляем срезов побольше, чтобы у нас как бы получилась такая шапочка из шоколадной крошки. Далее приступаем к лепке декора. Раскатываем в ниточку зеленую полимерную глину, делаем два среза, из срезов катаем шарики и задаем шариком форму капельки. Слегка прижимаем глину к поверхности стола и, используя лезвие, рисуем прожилки листочком. Всего нам понадобится три листочка. Используя цветную пластику, лепим ягодки. Из небольших срезов катаем шарики. Начинаем украшать наше мороженое. Сначала мы размещаем листочки друг напротив друга, а затем сверху добавляем три ягодки. Дотсом делаем разметку, где у нас будут находиться глазки. Далее в эти отверстия вставляем черные заготовки. Чуть-чуть ниже глазок размещаем ротик. Он должен быть практически на уровне глаз, тогда заготовка будет смотреться симпатичной. Сухой пастелью красного или розового цвета рисуем щечки. На этом этапе заготовку отправляем на обжиг. Ждем ее полного остывания. И приклеиваем к обратной стороне основу для броши. Для этого небольшой кусочек глины раскатываем на пасту машинили с помощью скалочки. И используя этот кусочек пластики, к обратной стороне заготовки приклеиваем основу для броши. Основу размещайте чуть выше центра, чтобы ваша брошь не переворачивалась при носке. Снова отправляем заготовку на обжиг, придерживаясь той же температуры. После того, как наше мороженое остынет, мы добавляем ему блики на глазки. Так мы оживим заготовку. Мороженку можно оставить в таком виде, а можно покрыть ее лаком. У компании Артефакт есть лак как с глянцевым, так и с матовым эффектом. Я хочу, чтобы мое мороженое блестело, и поэтому использую глянцевый лак. Покрываю мороженое полностью лаком, не трогаю только деревянную палочку. Ждем высыхания лака, и наша работа готова. Вот так мороженое выглядит покрытое лаком и еще не обработанное. Как смотрится лучше, вам виднее, поэтому выбирайте сами, какое мороженое у вас получится. Ну а я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Спасибо за просмотр, и до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока!